Продолжение следует... И обсудить с вами некоторые вопросы, связанные с высшим образованием и с профессиональным образованием в целом. Да, доклад называется «Стратегии реформирования профессионального образования и модель эмоциональной подготовки инженеров» CDL. Мой доклад будет состоять из нескольких разделов. Прежде всего, я хотел бы уточнить понятие, ну, такое, общее непрерывное профессиональное образование. И, кстати, для тех, кто смотрит онлайн-версию, там немножко в переводе, там переводчик, который это делал, у нас вчера до встречи с профессором Ча не могли точно определить вот этот термин. Он как раз сегодня пояснит. У нас там базовое высшее профессиональное образование. На самом деле, речь идет не только о высшем профессиональном образовании, а именно базовое такое непрерывное образование, которое дает возможность, база как основа для развития карьеры. Я делаю вам немного data для того, чтобы показать сохранение профессиональный образования, которые были caused by the gap between education и industry. Смотрите, рассмотрение. Смотрите, рассмотрение профессиональных образований. Да, третий номер профессиональных образований. Второй парадигма, который как раз разработан с участием профессора Ча. И последнее, но не последнее по важности, это самая новая модель педагогического процесса CDIO, придумай, спроектируй, реализуй, управляй, которая была разработана в Массачусетском технологическом институте. Да, что мы понимаем под этим самым GPE? Это все профессиональное образование, которое готовит кадры, отвечающие запросам общества и производства. Это все профессиональное образование, которое нацелено на использование знаний, способностей, умений и выпускников на рынке труда. Да, все профессиональное образование, поставляющие кадры для реализации национальных стратегий наращивания экономических мощностей государства. И в то же время это то образование, которое дает возможность выстраивания такой устойчивой и успешной карьеры. И, наверное, только одно исключение из тех уровней образовательных учреждений. Это те учреждения, которые для людей, которые на пенсию шли. Все остальные уровни образования, они связаны вот с этим подходом. Да, ну еще раз подчеркиваю, профессор, что самое главное, это, конечно, выстраивание вот такой системы непрерывного инженерного образования для достижения целевого уровня. которые ставят то или иное государство перед собой. Ну, вы понимаете, что когда мы говорим о профессии, то это в широком смысле, это разное. Это не только инженерное дело и технологии, но это и медицина, и право, и бухгалтерский учет, сельское хозяйство и все, что только можно говорить. Ну, понятно, что каждая из таких типов профессионального образования, она связана с различными дисциплинами. Но есть вещи, которые, в зависимости от конкретных, так сказать, области профессионального образования, они являются едиными. Но прежде всего, оно должно отвечать профессиональным потребностям с точки зрения качества, количества, разнообразия и уровней. И, конечно, вопросы, связанные с прогнозированием будущего рынка труда, кадров, очень важны. И надо обращать внимание не только на потребности текущие или ближайших лет, но также и прогнозировать потребности рынка труда на более долгий период. И вот для того, чтобы такой прогноз получился, то необходимо объединять профессиональные и академические дисциплины, привязанные к конкретной специальности. Важным моментом, естественно, является объединение теоретического и практического обучения. Как раз поиск баланса профессиональных и социальных компетенций. И, конечно, это подготовка конкретно способных выпускников для работы в сложных условиях рынка. Ну вот теперь к области инженерного обучения, профессор Ча по своей основному образованию машиностроительный инженер. И вот если мы посмотрим на пирамиду системы непрерывного инженерного обучения, то на каждом уровне должны формироваться некоторые группы компетенций, которые позволяют развиваться талантами. Но в зависимости от этого все они должны соответствовать требованиям непрерывной системы образования. Это, ну, на каждом уровне должны быть определенные... На каждом уровне должны быть определенные параметры. Вы знаете, все уровни профессиональной обучения Каждый уровень связан с определенными соответствующими направлениями и областями рынка труда. Начиная с чисто таких... Начиная от элементарных науков инженерных для рабочих кадров, затем для технического персонала и заканчивая, так сказать, высококвалифицированными инженерами-проектировщиками. Но самое главное, чтобы каждый уровень соответствует требованиям рынка труда. В прошлом году Россия участвовала в большой конференции в Санкт-Петербурге. А затем в течение нескольких дней он работал в Бауманском университете. И вот в брошюре, которую на китайском языке коллеги из Бауманского университета подготовили, там было три... Ну, там были, так сказать, те формулировки, что из себя представляет Бауманский институт. Но главное, что это университет системы профессионально-технического образования в России. Ну, может быть, я не очень, так сказать, правильно понимаю систему российского образования, но мне кажется, что недавно было принято решение о том, что все... А вот высшее профессиональное образование относится как раз вот к такой системе непрерывного профессионально-технического образования. Ну, и в то же время ЮНЕСКО определяет вот такую систему непрерывного образования, как систему, в которую входят те уровни образования, которые отвечают, прежде всего, запросам рынка труда, и которые включают в себя среднее, высшее профессиональное образование, вплоть до аспирантура. Ну, и для того, чтобы понять вот эту систему непрерывного профессионального технического образования, мы должны использовать некоторую модель. Ну, естественно, в центре такой модели должны быть образовательные учреждения. Справа это тот самый рынок... ...представлены как раз различные рыночные структуры, нуждающиеся в кадрах. Естественно, что потребности рынка труда и его субъектов должны формулировать цели и задачи для удовлетворения своих потребностей. Ну, к сожалению, часто вот эти цели бывают не очень точно определены. И поэтому часто очень хорошие выпускники вроде бы хорошо подготовлены, но не соответствуют конкретным потребностям рынка труда. Но если вы определите свои цели достаточно четко... ...все равно бывают случаи, когда вы не сможете удовлетворить потребности рынка труда или общества в целом. Поэтому необходимо всегда использовать вне системы образования некоторый центр или организацию, который бы занимался оценкой эффективности работы в университетах. И вот этот некоторый, так сказать, субъект, который этим занимается, он должен как раз определять... ...тую разницу, те несоответственны между потребностями рынка труда и качественной подготовки специалистов. Да, есть определенная разница между двух, субъектом и субъектом. И, естественно, на основе результатов анализа нужно необходимо делать выводы и рекомендации о том, как... ...и, так сказать, привести в соответствие требования рынка труда и тех результатов, которые... ...с точки зрения подготовки кадров, которые достигают университета. Понятно, что, если мы теперь посмотрим на эту модель, это классическая такая замкнутая система с обратной связью. Ну, в принципе, достаточно просто, кажется, определить цели вот такой системы непрерывного инженерного образования. Да, there are three goals. Number one is to satisfy the need of a student on job-career-oriented education. Первое – это удовлетворить потребности студентов в работе. То есть, это должно быть образование, нацеленное на построение карьеры. This goal is to make our students more competitive in the job market worldwide. Другими словами, мы должны сделать студентов более конкурентоспособными на глобальном рынке труда. So, what's the indication of a competitive of our graduates? Ну, вот, например, какой же, так сказать, уровень конкурентоспособности наших выпускников. Отмечаю, что в русской версии вот этой слайды нет. So, one of the key criteria is the salary, right? Ну, естественно, одним из ключевых критериев является заработная вклада. So, this article published in America, in the Newsweek, last year. В прошлом году в Newsweek были опубликованы следующие данные. It is called the return of investment. Это, так сказать, уровень возврата инвестиций. Here, there is the highest 10 universities in the United States with the highest return on investment if the kids go to some university. Now, for instance, if high school graduates study at MIT for four years. The total expenses for tuition, for living expenses is 189,300 US dollars. But after graduate from MIT, if he or she take a job in the market, within 30 years, the money he earned deducted the cost at the four-year education at MIT. The total earning, more than the salary. Okay. A high graduate student took the job without education at MIT. The difference, yeah, the difference between the MIT graduates earn compared to high school graduates earn. The total revenue is $1,688,000 US dollars. That's right. That's right. So, what was the average return of investment? If, after getting a job in the market, in the course of 14 years? 30 years. 30 years. 30 years. Okay. That's right. Deduct the cost at MIT. That's right. That's right. The total earning. Yeah, more than high school earning is $1,6 million. С учетом вычета затрат на обучение и проживание во время периода обучения составлял возврат на инвестиции более полутора миллионов долларов. Нет, конечно, по-другому, что в сравнении с тем, кто не учился, он заработает больше на миллион. Да, да, да. То есть тот, кто... Благодаря МАЙТИ, да. А вот это данные по пяти тысячам всех университетов и колледжей Соединенных Штатов. Например, для университетов, которые в высшей категории, в высшей лиге. Да, да. Градуэты из университетов получат 1,4 миллиона долларов больше, чем университетов, без университетов. Вот, значит, обобщенные данные по пяти тысячам высших учебных заведений показывают, что по сравнению с обычным учебным заведением, вот выпускники этой высшей лиги университетской получают вот на почти полтора миллиона долларов больше. Ну, значит, следующая группа образовательных учреждений, это примерно вот на 380 тысяч долларов. Значит, для государственных колледжей эта цифра примерно 322 тысячи долларов. А вот частные университеты имеют примерно такую цифру, это 559 тысяч долларов. Да, можно вот многому научиться на основе этих данных. Понятно, что наше профессиональное образование должно основываться на правильных выводах. Мы должны очень внимательно относиться к данным и собирать данные каждый год. Вот, например, такое исследование, которое провел НИСВИК, основанное на 30-летнем сборе данных по пяти тысячам образовательных учреждений. Ну, и поэтому часто такие образовательные учреждения свои данные открывают, и они в рекрутические агентства передают эти данные, чтобы еще больше привлекать студентов. Естественно, что заработная плата или уровень заработной платы не является единственным и самым главным критерием по оценке качества образования. Но это действительно очень важный критерий. Вообще-то он достаточно важный. Ну, вообще-то он достаточно важный. Это связано прежде всего с развитием у выпускников качеств соответствующих стандартных инженерных профессий. Вот, например, желательные признаки, да, характеристики инженера на основе информации из Боинг-менеджмента. Вот, тут 10 перечисленных признаков, и большинство из них связано, естественно, с специальными дисциплинами и знаниями. Ну, естественно, 70? Да, 60-70. Только 30% относятся к специальным дисциплинам и где-то 60-70% относятся к социальным компетенциям. И поэтому можно сделать вывод о том, что любые области знаний профессионального образования они во многом схожи, потому что они связаны с возможностями, прежде всего, реализовать свои социальные навыки. Профессиональный корейский. К таким социальным навыкам, социальным компетенциям относятся это такие высокие коммуникативные способности, это высокие этические стандарты, это возможность думать критически и одновременно креативно, и в то же время в режиме вот такой кооперации, групповой работы. Это гибкость, возможность адаптироваться к быстрым и достаточно серьезным изменениям. Это желание и потребность обучаться на протяжении всей жизни. Это иметь потребность и понимание важности коллективной работы. И как и раньше, так и сейчас, к сожалению, это наиболее слабое звено, наиболее слабый элемент в системе подготовки профессиональных кадров. И третьей целью системы профессионального образования является достигнуть стратегические цели государства с точки зрения формирования инновационного общества. Есть большая слабая слабая профессиональных талант, особенно инженерия. Я даю много данных, чтобы показать что слабая слабая в Китае и в других странах мира, в Европе, в США. И практически во всех странах сегодня дефицит профессиональных кадров. Вот, например, цифры по Китаю. И эти цифры во многом относятся к другим странам. Например, в области программной инженерии, нехватка составляет примерно около трех миллионов специалистов по информационным технологиям в ближайшие три года. Но за это время будет подготовлено только 500 тысяч специалистов. в 2015 году. Это только два года назад. Три миллион. Да, и эти данные были в прошлом году, то есть еще осталось два года и такой огромный дефицит. В то же время за последние три года программы в области информационных технологий были среди десяти самых невостребованных для молодых специалистов. Есть также данные по Европе, по Соединенным Штатам. Например, в Европе нехватка более двух с половиной миллионов инженеров в течение последующих пять лет. В США количество специалистов в сфере науки и инженерии выросло в полтора раза за двадцать лет. Но в то же время число поступающих сократилось на двадцать процентов. И примерно такая же ситуация несмотря на такой очень прорыв в области технологий в Японии, в Южной Корее и других странах. То есть смысл в том, что по всему миру такой кризис талантов, кризис инженерных кадров. Ну вот такая очень мощная компания Manpower в 2010 году опубликовала обзор дефицита кадров. И вот 60% из десяти самых больших экономик отметили как раз... Они определили, что как основные проблемы первого или второго уровня это недостаток высококвалифицированных инженеров. Ну, обычно вы знаете, что в Германии всегда славилась в своей системе подготовки высококвалифицированных профессиональных кадров. Но вот в 2010 году 70% немецких предприятий столкнулись с дефицитом высококвалифицированных инженерных кадров. Значит, вот в 2010 году Нобелевская премия по экономике была вручена трем профессорам. Которые попытались объяснить феномен проблем на рынке человеческих ресурсов. С одной стороны, огромное количество выпускников не могут найти свою работу. С другой стороны, промышленность и другие сферы не могут найти достойных кандидатов на работу. И был сделан вывод, что проблема, этот феномен связан с тем, что дисбаланс с точки зрения обмена информацией. Между выпускниками и компаниями отсутствует нормальное информационное взаимодействие. Но в то же время существует много данных, что это не только информационный вакуум между выпускниками и работодателями. Но прежде всего это проблема взаимодействия заказчиков индустрии с образовательными учреждениями. Я уже говорила о этой сравнении. В Китае, у нас есть большая среда индустрии с индустрией. В Китае в последние три года выпускники колледжа и университетов в области информационных технологий, которых на самом деле вроде дефицита нету большого, но в то же время они появились среди десяти самых, с точки зрения безработицей, которые не могут найти, в десять категориях вошли. И вот это дефицит с точки зрения выводов потребителей, то есть крупных компаний в области информационных технологий, что вот эта проблема связана, что только десять процентов выпускников специальностей информационных технологий и программной инженерии отвечают требованиям компании. Вот сколько лет назад ЮНЕСКО уже аналогичную ситуацию отмечало в своем докладе в 72 году. Впервые в истории некоторое общество начинает отказываться от официального институционального образования. Это говорит о том, насколько легко системы образования могут трансформироваться. Вильям Вольф, бывший президент Национальной Академии Инженерной Академии, Соединенных Штатов, говорил, что наше общество живет за счет технологий, созданных инженерами. И инженерия стремительно меняется, но я надеюсь, что инженерное образование будет меняться еще быстрее для того, чтобы постоянно улучшать нашу жизнь. И эта цитата показывает, как связано качественное инженерное образование вообще с нашей жизнью. И, к сожалению, наша система профессионального образования часто остается и не может выполнять эту миссию. И существует огромный разрыв между суть и контекстом инженерной профессии и инженерного образования. В общем, это связано с различными аспектами. И с точки зрения философии образования, и с точки зрения механизмов реализации связи с индустрией, то есть это фактически среда изолированная от индустрии. Это с точки зрения самого организации работы факультетов, то есть слабый инженерный опыт и в то же время педагогические навыки сотрудников университетов. Это и с точки зрения методиков и методов обучения часто все основано на использовании учебников, а не, причем часто устаревших, когда металл, и они на основе использования обучения посредством действия learning by doing. И, конечно, система оценки, что это всегда очень привязанное к теоретическим книгам, к учебникам некоторые экзамены. В то же время необходимо использовать такую целостную интегральную оценку академических достижений студентов. Ну, можно обратиться вот к проблемам о сфере медицинского образования, как одном из элементов системы профессионального образования. И в то же время два года назад одно из профессиональных сообществ опубликовало выводы исследования, что если мы хотим выстроить систему подготовки инженеров, соответствующих сегодняшним потребностям, надо обратить внимание на систему подготовки в области медицины. Ну, например, во всем мире, в том числе в Китае и в России, все медицинские образовательные учреждения имеют отличную практическую базу в виде госпиталей или клиник. В то же время многие практикующие хирурги, медицинские работники, они являются профессорами и сотрудниками медицинских университетов. И с другой стороны, если профессор медицинского университета никогда не видел и не работал с пациентами, как он может подготовить своих студентов, которые завтра должны работать в клинике практически. Вот здесь как раз и скрывается основная проблема нашего инженерного образования, что профессор или сотрудник университета может быть никогда вообще не работал с инженером. Как он может поддержать подготовку инженеров для будущего в соответствии с требованиями рынка? И требованиям индустрии, реальным требованиям индустрии, промышленности. И вот кафедра ЮНЕСКО, которую возглавляет профессор Ча, разработала и предлагает для использования вот такую многоуровневую парадигму инженерного образования, которая, на самом деле, используется и в других в образовании других областей знаний. The first two layers represent the goal of education. Значит, первые два уровня представляют цели образования в целом и цели инженерного образования. Yeah, the first two. The first one is published by UNESCO last century as UNESCO four pillars. Now it's time to five pillars. Ну, и вот как раз этот первый уровень связан с ценами обучения трех основ, трех столпов, которые определяет UNESCO. Учиться знать, учиться делать, учиться для того, чтобы существовать вместе, и учиться для того, чтобы быть, но имеется в виду, ответственным членом общества. The new one is learn to change. I think this is a general goal for all type of education, including fundamental education. Это, на самом деле, цели можно приложить ко всем областям профессионального обучения, включая фундаментальное. So, the concrete goal for engineering education, we recommend the 5E engineering education model, which is proposed and developed by the president of Group T, International Engineering College of University of Leuven in Bergen. Ну, и вот в последнее время кафедра UNESCO использует так называемые пятиуровни 5E модель инженерного образования, которая была разработана совместно с университетом Leuven in Bergen. Да, 5E stands for engineering, enterprising, educating, environment and assembly. Ну, и вот 5E, это, значит, самая непосредственная инженерия, это предпринимательство, образование, это, так сказать, работа в среде, в некой эко-среде, да, и это, конечно, работа в команде, то есть гармоничное соединение, сочетание, так сказать, работы в коллективе. Also, this 5E goal also reflects the requirement of industry or engineering profession. И это, конечно, полностью соответствует требованиям индустрии, требованиям рынка труда. Натали, технологи, не только инженер, технологии, сайсс, но и другие, как афилон для времени, информация, функционирование, и адаптировать мультивным оборудовом, и в 노�ячий моборудном оборудовании, и в основном оморологии, в которой можно взять свой компонсибель, И вы видите, что здесь опять основные эти 5 И связаны не с профессиональными, специальными областями деятельности, а больше с социальными моментами, такими как работа в мультикультурной среде, возможность быстрой адаптации, учет требований окружающей среды, работа в мультикультурном обществе, это социальная ответственность и работа в команде. И как достичь эти 2 цели? Мы предлагаем 3 стратегии, чтобы реформировать инженерную или профессиональную образование. Подхода, 3 процесса для того, чтобы достичь 3 цели инженерного образования. Справа это сотрудничество университетов с промышленностью. Мы не рассматриваем наш университет в изоляции от окружающей среды. Мы должны открыты по отношению к индустрии, мы открыты по отношению к социальной сфере, и мы всегда стараемся адаптировать и включать все требования или инновации, которые имеются в окружающей среде. Вторая стратегия, которую мы реализуем, связана непосредственно с образовательным процессом, с организацией учительного процесса. На самом деле это обучение посредством действия, learning by doing. Это не обучение только путем что-то слушания, что-то увидеть, а прежде всего обучение посредством действия. Существует много различных определений и терминологий, использующихся для описания этой стратегии learning by doing, обучения действиями. Например, проект-based learning, проблема-based learning, experience-based learning. Это и программное обучение, это и проблемно-ориентированное обучение. Все это направлено для того, чтобы вовлечь студентов в активный процесс обучения. Третья стратегия, которая используется, это интернационализация образования. Это очень важно в контексте глобализации. Это связано с тем, чтобы привести наших студентов качество их образования в соответствии с международными стандартами. Вы наверное слышали о Вашингтоне для инженерных обучения. Это интернациональный стандарт для инженерных обучения. Например, вы слышали о стандартах Вашингтонского стандарт. Это международный признанный стандарт с точки зрения интернационализации образования. Если вы смотрите на эту систему или на систему аккредитации инженерных вузов принятых в Европе, вы увидите, что в той или иной степени тогда включены вот те десять признаков высококурлифицированного инженера, которые я показывал Вам ранее. Я думаю, что это очень логично. Потому что наш цель, как профессиональный образователь, это соответствовать профессиональным требованиям. И наш университет не должен разрабатывать свои какие-то собственные стандарты, если они не соответствуют требованиям профессиональным или международным стандартам. И вот под каждой этой стратегией мы имеем несколько моделей для реализации соответствующих процессов и достижения целей. Для реализации стратегии обучения действиям мы рекомендуем использовать модель CDIO. Да. Это только потому, что она очень систематичная, очень конкретная и легко изучать. Почему мы на нее обратили внимание? Потому что она достаточно целостная, удобная, но главное она легко воспринимаемая. В практике инженерного образования есть много других моделей, которые соответствуют стратегии обучения действиям. Для университетной корпорации университетной корпорации мы имеем модель CDIO. Вы наверное слышали об этом. Это уже существует более чем 100 лет. Начинаем от Ингландии. Сейчас около 1500 университетные коллеги имплементы CDIO. С точки зрения средств для реализации стратегии связи между университетом и промышленностью, мы используем так называемую Co-op Education модель, которая была разработана в Великобритании. Сегодня более 50 ведущих инженерных университетов в мире используют для реализации стратегии. Один из лучших примеров – это университет Ватерлоу в Канаде. Для интернационализации мы рекомендаем Вашингтон АКОР. А для реализации стратегии интернационализации образования мы предлагаем использовать модель Вашингтон АКОР. А с точки зрения базового уровня, нижнего уровня этой пирамиды, связанного с организацией учебного процесса, мы предлагаем обратить внимание на так называемые студентоориентированные, то есть учебный процесс, в центре которого находится студент, основанный на проектом методе активное обучение с использованием передовых образовательных технологий и инструментария информационных технологий. Это полностью согласен с философским подходом, который был изложен в моей презентации. Что это мышь. Это значит, на крыса. Мышь, я не вижу... Это мышь. Я не могу. Нет, это слишком далеко. Взлайся. Нет. Хорошо, давайте. Проблем с мышкой что-то. Проблем с технологией. Да. Okay. Okay. Come back. So this is the Student-Centered Active Learning project that we carry out in China. За три года мы организовываем интернационную конференцию. После конференции, через шесть месяцев, мы организовываем студентов, через дисциплины, через школы, даже через board, для проект-based learning. Наша кафедра организует много различных мероприятий. Причем, как внутри образовательных учреждений, так и между различными образовательными учреждениями, где как раз используются различные методики организации групповой работы. Обучение основано на проектных методах на решении проблем. You see, the college students from my university have some problem to learn from the 10-year kids. When they start the same project, but they left behind. Ну и, конечно, в начале некоторые студенты, мои, имели проблемы. Вот, обучение в такой среде, но затем все осталось позади. You know, students work together to prepare their final presentation, all together with, like, students from Tsinghua University, from my university, Vyro-Hai-An, research-oriented university, and also with some students from vocational college. You see, here on the left, here are students from our university, who work with their final work, with their final work. And they, for this reason, they are not only with each other, but also with their colleagues from other universities, and with their professional-технического образования. So, this is a cooperation between my UNESCO chair with a Belgian company, who provide software tools for a bigger company for dynamic project process control. Okay? We adapt these software tools for project-based active learning process management. And, like for example, in cooperation with colleagues from the industry, we adapted the system of management, which they use in their corporate goals, to create a system of management and to create a learning process when so many students do project-based learning in group. Now, how can the teachers measure so huge learning activities? So, without the support of ICT tools, we cannot do it, actually. You know, you know, that when all students use the learning process for the learning process for the learning process, so to speak, the learning process on the project method, they develop a huge number of projects, it is very difficult to control these processes and evaluate their results. So, we were able to use the learning process to implement the learning process. Yeah, professors like me travel a lot internationally, domestically. How can I work with my students? Maybe the one class is 30 students, maybe across the school, across the border, there are several hundred students. How can I work with them and watch the process without the ICT tools? So, the students and the teachers use this tool for quality control, for time control, for cost control, and with the tool you can accumulate all the data to show the contribution of the team members. Then you can evaluate the performance of each member. Otherwise, there is no way to make judgment on the performance of the students. And, естественно, that students and the teachers use this system to control the quality, the quality, the parameters, the performance, the performance, the communication between the professors, because there is no other way to do, in terms of realization of the strategies based on the project. You know, if you do some experiments for pedagogical change, it's easy. Maybe a small group, only one student, one group of students. I'm talking about two million students, high school graduates, inter-college and university each year in China. Two million. for engineering study only. Well, if we go back to the field of engineering education, in China, for example, there are about 2 million students in engineering specialties and, of course, we can use traditional pedagogical methods to evaluate their knowledge, but when you work with one or with a small group of students, for such a huge number, of students, it's impossible to use instrumental methods to evaluate their quality. We used to have instruction-based teaching process, like in very large lecture hall like this, then face several hundred students, one teacher teach, but now we change the role of a student and a teacher. Students become a center, not a teacher center. Okay. So, you have to find a way to manage such a scale-up learning activities. and, of course, we used traditional models of the process when 800 people were and the lessons from our system of the process we use only a model oriented on students. That is, the student is in the center of the process. This is the change of the role of learning by doing. So, one of our members of the board, my UNESCO chair, is called the education data collection and analysis company. So, they follow up the graduates for the past five years to collect all the data. Now, the sample become like one million per year to collect all the e-survey. So, very successful. So, only with the support of ICD2 we can do this larger scale survey. Otherwise, no, it's impossible. and one of organizations, which is the UNESCO is the corporation MyCos. They are as 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 the career to the students Выпускников Инженерных вузов Okay, so One of the higher vocational institutes In Ningbo We have like 150 Square meter Big classroom It's not a traditional classroom You can see Not a regular chair Only those comfortable things They easier for them to turn around To discuss with other people Other students Also this Learning by playing Also Peer instruction among students They teach to each other Learn each other Ну и вот еще Это так называемое Обучение Обучение Своих Сокурсников То есть студенты Сами являются Инструкторами То есть как бы Выступают в роли Преподавателя Для своих Сокурсников В рамках В рамках Учебного процесса Окей This is remote Interacting With professors The student In Ningbo Interacted With Professor Ку My advisor From Чингхуа Университет Through интернет А это вот пример Взаимодействия С другим Университетом Когда профессор С другого Университета Общается Со студентами Кафедры Профессорича I have a short video I don't know Maybe I run off The time already Небольшое Видео есть Но если вот So actually This industry They call it Extreme learning Process Carry out In Tsinghua University The number one Engineering School in China Вот ведущий Чингху Университет Это ведущая Научно-образовательная Школа В Китае В области Подготовки Инженеров Они используют Вот так называемый Такой Процесс Учебный процесс Основанный На модели Когда студент Находится В центре Обучающего Процесса Пробommen Я рекламу My Sticker So Like Такая Наталья Мы Покажем ony Прежде This Process Просто Show Это Как Потенчал Они В В В В В В 4-days, 80-hours project through the work together on the project. Not only developed a technical product, also business plan, feasibility study, those things that they have to develop for the final result and the final presentation. And the results will be judged by the investor company. And now, this model is based on the fact that students have been involved in a few days for the development of projects and then for the presentation of these projects. And in this model are also involved in the participants of the project, who evaluate the results of the project. So, Alexander just showed this cartoon is one of my favorite, I borrowed from him. Actually, our chairman of the board of ICT said that there is no evidence that one learns better through ICT if the pedagogical model of school does not read for ICT. I fully agree with this. Well, he demonstrates the picture, which is my presentation. And I want to say the words of the president of our institute, that there is no evidence that the education with the use of ICT is better to use, if the pedagogical model of the educational institution is not ready to use. That's why I spent so much time on my speech to talk about the reform of the education. Yeah, if you don't change the instruction based classroom teaching method. But the information only flows from the professor's computer to the student's computer. Yes, both sides don't pay attention to what is going on. Even worse than before, without ICT. Even worse than before, without ICT. I wrote the student's computer. I don't understand what is going on in my books. Okay. This is a policy briefing published by UNESCO IT Institute. Probably you'll have the copy. This is co-authored by my advisor professor Gu from Tsinghua University and myself. Okay. In this article we indicate the individualized learning process has to be supported by ICT tools. Here it is, that individualized learning must be supported by ICT. The complex control of the pedagogical process must be supported by ICT. And it is exactly the same as the robust production system. Yeah. If education is a process, if you want to, the results of the process to meet the requirement of the personal need of a student. Okay. This is very similar to manufacturing process. Right now we have to make our product to meet the requirement of our preference of our customer. This is why we have to introduce a computer integrated manufacturing system into our manufacturing, to the factory, for a flexible manufacturing. Yeah. So, we also actively use the system of operating system in a modernized product. I think this can explain the relationship between ICT tools and the mechanism of activities. that is, I think, probably, I will go quickly about the CDO. Oh, actually, we really run off the schedule, right? Behind the schedule. Maybe a couple of minutes. Okay. Maybe a couple of minutes. We should represent the life cycle of engineering project. Well, this is a model of the optimization of the process. The engineering project could be a product, a process to make a product, a system to make a product and a service of a product. В то же время, она основана на таких понятиях, как сам продукт, результат труда, процесс, труда, система и обслуживание. So, the CDO model consists of 12 standards, principles, 12 standards. Значит, модель CDO основана на 12 стандартах. The first one is to introduce the engineering project into education as a context. И, значит, первое, это внедрение, what's more, please? Introduce the life cycle of engineering projects into education as its context. Значит, внедрить в систему подготовки инженеров требования, ну, с точки зрения контекста, что такое инженерное образование? Yeah, like I pointed out before, the problem of our education is a bigger gap between the education environment or context and the professional context. So, this is why we have to introduce the real engineering project into our education as our context. Поэтому очень важно, вот, с точки зрения того несоответствия образовательной среды и среды, реально промышленной среды, очень важно внедрить в учебный процесс реальные работы над реальными инженерными проектами. И мы очень важно определить результаты обучения как с точки зрения самой дисциплины, так, с точки зрения предмета, так и с точки зрения будущей профессии. Третий стандарт – это связан с учебными планами и с образовательной деятельностью. Это непосредственно с процессом обучения. Естественно, что и учебные планы, и учебные деятельности должны быть тесно связаны с результатами обучения. Стандарт 9 по 12 связан с формируемыми навыками и с оцениванием, с процедурами оценки. И здесь также учитываются навыки, которые должны обладать преподаватели. И также здесь эти стандарты имеют отношение к оценке эффективности деятельности преподавателя, а не только студентам. И здесь мы также должны учитывать те изменения, которые может подвергаться образовательный процесс. И эти изменения должны отслеживаться на основе той самой обратной связи. И вот эта модель позволяет не только организовать эффективный процесс обучения, а также оценивать эффективность работы преподавателя, эффективность коммуникации во время учебного процесса, но и также обеспечивает обмен знанием и педагогической практикой. И это связано прежде всего с понятием принципом. Согласно которого создание и развитие продуктов систем на протяжении всего их жизненного цикла является общим контекстом в развитии инженерного образования в целом. Это то, что составляет как раз суть инженерной профессии, создает основу навыков обучения, позволяет более глубоко постичь основы и способствует привлечению студентов к повышению их мотивации. Второй стандарт относится, связан с результатами учебного процесса и связан с учебными плановыми программами. И, конечно, здесь должны учитываться все требования и особенности всех участников образовательного процесса, и студента, и преподавателя, и будущего работодателя. Also serve as a base of curriculum design, also the standard to judge student performance. Ну и здесь этот стандарт определяет также требования к процессу разработки учебных планов, формирования учебных программ, связанных также с внедрением новых продуктов, услуг, систем, внедрением новых технологий. И основан фокус здесь на решениях, прежде всего, а не на дисциплинах. Ну вот, например, здесь приведен учебный план Массачусетского технологического института. Естественно, что каждый из этих разделов детализируется вплоть до конкретных учебных единиц. So this detailed, very clear learning outcome reflects the requirement of a profession in the job market, also from a discipline. Но самое главное, что этот учебный план, он связан с теми требованиями, которые предъявляет в целом профессия, ну, с учетом, естественно, связи с конкретной дисциплиной. For teamwork ability, for instance, there are 28 items, so detailed. Ну, на самом деле... Teamwork ability, yeah. 28, 28, 28 items. То есть... Five layers, five layers. Значит, здесь в рамках пяти уровней детализировано до 28 пунктов, связанных с организацией работы в команде. So, стандарт 3, it's called the Integrated Curriculum Design. So, traditionally, we have each course is standard-long. There's a big gap between courses. But students confused with so many courses, how to apply all of them together for complicated project industry. So, this is trying to integrate all the curriculum together. So, to get this now, teachers have to work together. Okay, not just individually working like a traditional way. Значит, третий стандарт, связанный с интегрированным черным планом, который включает в себя взаимодополняющие учебные дисциплины, и что позволяет интегрировать в преподавание личностные, межличностные компетенции, то есть те самые социальные компетенции, а также навыки по созданию продуктов и систем. И в данном случае учебные дисциплины или курсы могут быть связаны с соответствующим контентом и результатами обучения. И этот стандарт также определяет способ интеграции инженерных навыков и междисциплинарных связей. The Stanford is a course introduction to engineering. This is very important because in the beginning, the high school graduates don't have any idea about the profession, about what they are going to do after graduation. So, this is a very important course to train the students familiar with the profession and the core of the program. Not only by instruction of experienced professors, also let them do some simple project and go to the industry to look at and learn the culture of the industry. Штвертый стандарт связан с ведением в инжиниринг. Это непосредственно водный курс закладывает основы инженерной практики. Штвертый стандарт связан с учебно-практическими занятиями по проектированию и созданию изделий. Шестой стандарт определяет требования к оборудованию помещений и лабораторий. This is a picture taken in MIT, one of the buildings. They show what does the classroom of 2020 look like. They ask the students to have their opinion. And, значит, MIT использует этот стандарт для проектирования аудитории учебных и в то же время у них есть связь со студентами, которые также говорят, как они видят аудитории будущего. So this picture taken by me in March. I visited Singapore, the National University of Singapore. This is one of the restaurants. You know, you see students eat here but also working here. Also, in the building lobby, there's a student working here. All the places have the plan to the electricity, also Wi-Fi cover. Also, in halls созданы все условия для того, чтобы студенты могли спокойно подсоединиться к сети и работать. So this is one of the integrated spaces for theoretical and practical learnings. Students and professors work together on projects. This is a typical classroom nowadays in National University of Singapore. It's not fixed chair. Student only said to fit the flat board. This is very flexible. Okay. Also equipped with ICT tools. So this is a group. So this is a professor's office in Tsinghua University, which is designed by his students with ICT to support everywhere, even if it's so small. Well, for example, this is a professor's office in Tsinghua University, which can also be used for working with students. So standard seven is integrated learning experiences. It should combine theoretical study and engineering practices in one process. So standard eight is active learning. It's a very important field of pedagogical area. Standard eight is an enhancement of effective skills, competence. Девятый стандарт связан с повышением компетентности профессорского преподавательского состава. И этот стандарт как раз позволяет решить тот вопрос, который уже упоминался, недостатки практических инженерных знаний, навыков, опыта наших профессоров преподавателей. Десятый стандарт – это другая сторона профессиональных компетенций преподавателей. Это повышение преподавательской. Я думаю, что это в мире феноменах. Например, в США, в Китае, ученики ученики требуют преподавательского преподавателя, но профессиональные школы, ученики не нужны. Они просто закончили преподавательский преподаватель и стали учениками. Проблемы даже в США есть, что когда, допустим, выпускник педагогического колледжа получил знания и тут же идет на практическую работу, так сказать, не имея никакой практики. Поэтому очень важно для того, чтобы обеспечить поддержку вот этих двух сторон педагогических компетенций, теоретическую педагогическую и практическую навыку. Стандарт 11 – это как разнообразить студенту. Обычно мы только имеем в виду книги, теоретическую examen. Это не достаточно. Одиннадцатый стандарт связан с процессами оценивания знаний и умений, которые получили студенты. Здесь надо использовать как можно больше различных подходов для оценки усвоения знаний и получения навыков студентов. И 12 стандарт связан в целом с оценкой всей программы по всем 12 перечисленным стандартам. Здесь оценка связана со всеми категориями, со всеми участниками учебного процесса, студентов, преподавателей и другие ключевые участники с целью непрерывного совершенствования образовательного процесса. И все ключевые участники учебного процесса должны быть включены. Ну и хотел бы в заключение процитировать, что если мы сегодня обучаем, как мы учили вчера, то мы на самом деле лишаем наших детей завтра, завтрашнего дня. Мы постоянно должны заниматься совершенствованием системы инженерного образования. Извините, что немножко долго увлекся.